Ну что, друзья, всем привет и добро пожаловать на канал. С вами, как всегда, Игорь. Вы знаете, достаточно давно у нас не было уже формата мнения на канале. Если вы с ним не знакомы, у меня впервые на канале, либо просто не видели таких роликов, это скорее больше, наверное, подкаст, чем обычные видеоролики, на которым я там заморачиваюсь, редактирую вставки, шмавки. Скорее всего, такой ролик вам, наверное, будет даже более удобно просто послушать, чем смотреть, потому что никаких вставок здесь не будет, и я вообще практически ничего не вырезаю во время всего своего вот этого монолога, ну, потому что мне так хочется. Это такой определенный формат, который, я считаю, его задача создать, наверное, более ламповость и ощущение разговора, когда вы говорите с людьми в реальной жизни, никто не может отредактировать то, что они говорят, где они запинаются, где они делают ошибки и так далее. И сегодня я хотел поговорить с вами на одну тему, которая, в принципе, она достаточно близка для меня, потому что я ее прожил на собственной шкуре. Я, естественно, расскажу вам, каким это образом все произошло, что это было в моей жизни, но, наверное, эту тему можно действительно заглавить как аморальное превосходство активизма, да. И я не считаю, что активизм – это обязательно плохо. Я не считаю, что вообще что-либо обязательно плохо. Мы вообще все, что угодно, можно всегда посмотреть под разной призмой, и в конечном итоге большое количество факторов определяют, что-то либо это хорошее, либо это плохое. Но сейчас, вот последнюю неделю, я практически каждый день играю в Хогвартс Легаси и провожу достаточно прикольное время, даже несмотря на то, что весь хайп улегся уже, несмотря на то, что вся вот это вот волшебство уже не так остро ощущается, как в первые часы прохождения, когда там вокруг тебя вот этот Хогвартс, и стуча вот этих маленьких деталек, и все летает, и все красиво, и у тебя действительно ощущение, что ты ребенок, который попал в сказку, оно уже, это ощущение, пошло чуть-чуть на спад, но при этом все равно игрушка достаточно прикольная, и у ней хватает, у нее хватает действительно своих недостатков, там анимация лица очень часто бывает кривая, графика местами бывает достаточно не передовая, скажем так, хотя чисто визуальный концепт и стиль, который они подобрали, мне там очень нравится. Диалоги в целом, ну опять же, это все вкусовщина, конечно, но мне диалоги безумно скучные, и главный персонаж, у него харизма вареной картошке приблизительно, что-то в этом уровне, но при этом все равно играет достаточно прикольно, играет достаточно интересно, и YouTube, который, конечно же, ни в коем случае не следит за тем, что я гуглю, что я смотрю, и не подслушивает разговоры и так далее, естественно, все время мне в YouTube выкидывает определенные предложки, да, там, посмотри такой ролик, посмотри такой ролик, и как вы думаете, конечно же, тема Hogwarts Legacy доминирует у меня сейчас и тематику и for you page в TikTok, и в Instagram, и в YouTube, естественно. И как-то делится это все приблизительно 50 на 50, то есть есть 50% контента посвящено действительно самой игре, и в основном это происходит от тех людей, которым игра действительно нравится, и 50% это контент от, либо от людей, которые выступают против активизма, либо от самих активистов, которые, как вы, я думаю, прекрасно понимаете, о чем идет речь, это ни в коем случае нельзя покупать Hogwarts Legacy, иначе вы таким образом вы помогаете зарабатывать деньги Джейке Роулинг, а она очень плохая и ужасная, потому что она сказала, что женщина это женщина, мужчина это мужчина, и за это мы ни в коем случае не должны платить ей деньги. И вы знаете, я не хотел бы, наверное, в этом ролике повторять то, что за меня говорили уже, наверное, 200 тысяч блогеров, более популярных, более красноречивых, чем я, насчет того, что, ну, это тупо, вы, ребята, сидя, ведете очень-очень глупо, смеяться над этими людьми я тоже, наверное, сейчас не буду. Я хочу поговорить, попытаться разобраться в сути этой проблемы, и вдруг, если кто-то смотрит этот ролик, то действительно чувствует, что у него есть какая-то тема, которая вот горит, которую можно назвать техническим активизмом, потому что активизм в целом, он неплох. Активизм очень часто меняет наш мир к лучшему. Но нужно, мне кажется, обязательно понимать, каким образом нужно доносить свои идеи, каким образом это работает, каким образом это не работает. В конечном итоге каждый активист в какой-то момент, наверное, должен задаться вопросом, что он хочет чувствовать больше? Моральное превосходство, объясняя свою тему кому-либо и кто его слушает, либо же действительно добиться каких-то результатов. И почему я это говорю? Потому что там я прошел через что-то очень похожее. Буквально, наверное, лет 10-11 назад мне начали в том же самом Ютубе появляться каким-то образом в предложке ролики, посвященные веганству, веганизму, я не знаю, как это точно сказать. Короче, разные веганы, там русскоязычный блогер Андрей Милованов или Степан Милованов, не помню, Милованов какой-то, Гарри Юровский и так далее. И сама тема вегетарианства всегда мне была достаточно близка, любовь к животным и так далее с детства, но я всегда понимал, что как бы, ну, мясо нужно кушать, мне это объясняли и так далее, без мяса ты умрешь, и все, у тебя там ничего, ни волосы стоять не будут, ничего вообще стоять не будет. В общем, различные тематики меня всегда отпугивали от этого дела. И вот эти ролики, ну, вы сами понимаете, ужасы, которые происходят на различных вот этих индустриях, как издеваться над животными и так далее, в конечном итоге сподвинуло меня даже не к вегетарианству, даже не к веганству, а к пискотерянству. Я просто перестал есть мясо, остался на рыбе, на молочке и на всем остальном, естественно. Но то чувство морального негодования и, наверное, морального превосходства, которое переполнило меня, оно буквально начало двигать мою жизнь просто вот по одному вектору. И я, естественно, начал выражать это на всю свою окружающую среду. В то время у меня была вместе с двумя партнерами небольшая фирма, у нас были сотрудники, и я, естественно, приезжая на работу, смотрел эти ролики, а когда меня звали и говорили, Игорь, пойдешь с нами пообедать, я очень так яро возмущался и говорил, я бы хотел, но не могу, потому что вы будете кушать мясо, а я это видеть не могу. Сейчас это достаточно смешно вспоминать, потому что, ну, опять же, было мне 10 лет назад 25, и я был достаточно максималистически, смотрел на многие вещи, еще многих уроков в этой жизни я не понимал. К чему я это все веду? Если мы, опять же, посмотрим на человеческое существо с точки зрения психологии, оно приучено реагировать в ситуациях опасности двумя разными методами, либо fight or flight. Вы наверняка это слышали, возможно, в каких-то фильмах или еще где-нибудь, бежать или атаковать. То есть, грубо говоря, если в лесу на вас напал волк, вы можете либо напасть на этого волка, либо сражаться с ним, либо попытаться убежать. Это утрированная ситуация. Но если мы возьмем ее, постараемся перенести в нашу, скажем так, в нашу среду, в наши обычные коммуникации с людьми, нашему я, нашему физическому, точнее, телу, очень редко, слава богу, что-то угрожает. Опять же, в зависимости от того, где вы живете, но в основном мы не так часто испытываем какую-то физическую угрозу. Гораздо чаще, именно благодаря такому, вот, может быть, активизму, мы можем испытывать угрозу нашему психологическому я, которое мы балансируем в основном между тем, что нам действительно хочется и тем, что мы считаем правильным, грубо говоря, нашей совестью. Где-то посередине всегда находится наше я, потому что технически человек, как биологическое животное, у него есть определенные потребности, определенные драйвовые, скажем так, наверное, темы, простите, вылетело слово из головы, и мы, естественно, хотим-то, ну, есть постоянно, мы хотим размножаться, мы хотим спать, мы хотим много-много денег, чтобы там что-то купить, но при этом у нас есть также определенные понятия, которые мы считаем либо правильными, либо неправильными, кто-то мне пишет в Дискорде дня, и потом отвечу. И когда мы, и мы, естественно, все это дело балансируем, да, я хочу много денег, но я не буду ради этого грабить банк, потому что я, а, боюсь там попасть в тюрьму, и, б, я считаю, что это, например, неправильно, потому что это чужие деньги. А, да, я, например, хочу, там, размножаться, я хочу детей, я хочу, чтобы там, моя жена была словная Анжелина Джоли, но если Анжелина Джоли сама этого не захочет, я ее заставлять не буду, возможно, потому что у меня не таких возможностей, но еще я так же, потому что я считаю, что там насилие и так далее, это неприемленного, потому что правильно не желать кого-то, не желать кому-либо, простите, что-то, чего бы ты не хотел, что произошло с тобой. Один из главных принципов эмпатии. И в данной ситуации, когда в вас, вот, например, если вы один из таких людей, которого переполняет желание каким-то образом изменить мир, и вот постоянное, стопроцентное ощущение того, что у вас окружает какая-то несправедливость, худшее, что вы можете сделать в данной ситуации для вашего дела, это нападать на людей. И нападать на них еще с точки зрения морального превосходства. То есть, опять же, если вы условно там толкаете, как вот я пытался, буквально месяц меня хватило, прежде чем я понял, что я творю какую-то дичь, это нападать на людей, и говорить им, что если они кушают мясо, значит, они убийцы, значит, они поддерживают такую определенную индустрию злую и так далее, ничего хорошего из этого не выйдет. Мало того, что ничего хорошего из этого не выйдет, вы сделаете обратную реакцию. Потому что, если вы как бы нападаете на людей с точки зрения морального превосходства, у них есть несколько, несколько способов реагировать на вас. То есть, вы как бы, нападая на этих людей, говорите им, что их я, который находится в балансе постоянно между правильным и тем, что они хотят, находится в более неотрицательной стороне. То есть, вы нехорошие люди, несмотря на то, что каждый считает, наверное, в глубине души, что он достаточно хороший. Ну, или не суперхороший, но как минимум достаточно хороший. У этого человека есть три способа. У него есть fight, flight, или принять то, что вы говорите. Скорее всего, и опять же, психология нас это учит, он использует либо fight, либо flight. Flight, это окей. Все эти сумасшедшие, которые кричат, что если ты не купишь Hogwarts Legacy, ты купишь, извиняюсь, Hogwarts Legacy, значит, ты трансфоб и плохой человек. Вот прям прямым текстом тебе говорится, если ты покупаешь Hogwarts Legacy, ты плохой человек, большинство людей, большинство людей, скорее всего, просто максимум покрутит пальцем у виска. Возможно, даже не будет даже это делать, просто не будет на вас обращать внимание. Это какой-то сумасшедший и сделает flight. Я постараюсь отойти от этого шумящего, скажем так, органа, который тут немножко соустраивает хаос, как можно дальше, дистанционироваться от этого хаотичного фактора как можно серьезнее. Fight же в данной ситуации, это не значит, что кто-то вас обязательно будет бить в нос за то, что вы сказали, что Hogwarts Legacy покупать не стоит. Простите, немножко першит в горле. И это говорит о том, что когда человек вам говорит с точки зрения морального превосходства, что вам нельзя делать, появляется у многих людей желание делать это, причем еще по максимуму. Например, опять же, вы всегда заметите на каких-нибудь, если мы опять же говорим про веганство, на различных активистских таких вот мероприятиях, когда-нибудь выходят, протесты и так далее, обязательно будет кто-то, кто будет кушать гамбургер перед ними, заедая мясом и так далее. В Америке, я знаю, есть целое движение людей, которые специально создают тебе эти машины, чтобы они максимально загрязняли воздух. Каким образом они как бы показывают fuck you активистам, за которые, ну вот, как бы, естественно, продвигают все, что связано с изменением климата и с глобальным потеплением. И, естественно, что многие люди, когда им говорят, слушай, если ты покупаешь Хогвартс Легоси, значит, ты плохой человек, ему говорят, я не только куплю, я себе куплю, я с девушкой куплю, я еще всем родным куплю, и все будет в делюкс-версии, потому что ты не имеешь никакого права говорить мне что-либо с моральной высоты, якобы. Потому что, а, во-первых, я тебя не знаю, значит, и ты меня не знаешь. Если ты делишь мир на черное и белое, тот, кто купил Хогвартс Легоси, это плохой, а кто не купил, тот хороший, значит, ты достаточно простой человек, который уже, условно, хуже меня, не понимает, как мир его окружает. Во-вторых, я же тут не заметил, чтобы ты писал вот эти все свои твиты и снимал свои ролики на старинные камеры. Почему ты все это делаешь с айфонов, которые собирают пятилетние дети в Китае в рабских условиях. И делаешь ты все это в одежде, которую тоже шьют какие-нибудь условные там индусы или, опять же, китайцы, находящиеся не просто в рабских условиях, а находящиеся действительно в рабстве, чтобы таким образом эти корпорации могли зарабатывать, продавая вам модные шмотки за 10-15 долларов за каждую. Сами понимаете, какая должна быть маржа у этого всего и какая должна быть стоимость производства этих всех айфонов, этих, а этой одежды, чтобы в конечном итоге эти люди становились миллиардерами, те, которые владеют данными компаниями. Поэтому пытаться говорить как-либо с людьми с точки зрения морального превосходства приводит к вас к тому, что вы просто аморальный активист. Вы не пытаетесь людей поднять, вы пытаетесь их опустить и, грубо говоря, ткнуть их, как вот собаку. Знаете, раньше, когда были методы воспитания, тыкали собаку в мочу или еще что-то в этом роде носом. Вот это то, что вы пытаетесь сделать с человеком. И никакой человек никогда не воспримет это нормально. Либо будет у вас ответная реакция, помноженная на то, чтобы этот человек сделал бы в итоге, то есть купить дофига Хогвартс Легаси, сожрать просто все мясо прямо перед вами, или же там, я не знаю, сделать себе грузовик, который выпускает огромное количество газа в 5 или в 10 раз больше, чем обычная машина. Просто потому что им хочется вам ответить на нападение, которое вы произвели на них. Поэтому единственный, наверное, правильный способ в данной ситуации, это, во-первых, понимать, что каждый человек говорит приблизительно на своем языке. Каждый человек находится на каком-то уровне общения. То есть, если вы, технически, вы можете быть даже на более высоком уровне интеллектуальности или так далее, не все люди равны. Давайте не будем как бы наивными. Люди находятся в разной стадии развития, кто-то находится где-то пониже, кто-то находится повыше. Но в любом случае, в любом случае, если вы хотите убедить в чем-то человека, вам в первую очередь нужно говорить на его языке, вам в первую очередь нужно говорить на равных. Особенно, если вы говорите с взрослым человеком, не с ребенком, а с взрослым человеком. Наверное, поэтому так часто мы хотим именно, не мы хотим, а вот все эти вот компании хотят влиять в первую очередь на детей, потому что на их мозг влиять так легко. Так гораздо легче, чем на взрослого человека Который уже чисто на автомате будет поднимать любые блоки Когда с ним говорят, как бы вроде бы свысока И одно из самых важных, наверное, факторов данной ситуации Это попытаться, попытаться, наверное, каждому человеку представить какой-то позитив То есть даже если вы хотите продвинуть какое-то движение Например, условное веганство Опять же, блин, этот ролик, наверное, начинает звучать Как вроде я пытаюсь это продвинуть Не, ребята, я уже не веган, я там кушаю рыбу Я вернулся обратно к пескотерянству Я был веганом и так далее Неважно, кушайте, что хотите Я вообще не лезу к вам в тарелку Я просто говорю о том, что единственные моменты Когда вот лично я видел, что меня кто-то слушает Это когда люди сами обращались ко мне Например, видя во мне позитивные изменения Говоря, почему это происходит У меня был недавно разговор с дизайнершей одной Которая тоже, она там казалась, что ей 40 лет А там девочка выглядит на 25 Максимум Я говорю, слушай, ну как ты рассказывай Давай, ты пью кровь чьих младенцев ты пьешь Чтобы так выглядеть Она говорит, ну там так-то и так-то И тоже как бы выскучило то, что мясо не кушаем И мы как бы с ней на этой теме пообщались То есть в такой ситуации я как бы открыт к тому, что она мне расскажет Но если бы изначально она на меня посмотрела И сказала, слушай, у тебя что-то морщины появляются Ты, наверное, мясо жрешь постоянно Я бы сразу же поднял бы определенные щиты И навряд ли бы стал бы ее слушать Потому что мне не нужны лекции в моей жизни Я и сам еле-еле кое-как справляюсь с этой жизнью Пытаюсь понять, что и как Как я найду свой путь в этом мире А тем более чьи-то лекции мне вообще не нужны То есть я не хочу от человека какого-то получать, ну, тьюториал, как жить правильно Потому что все равно каждый из нас делает что-то аморальное в своей жизни Как бы мы ни хотели Любую вещь, которую мы покупаем Или что, каким-то образом мы поддерживаем Какую-то аморальную корпорацию Замечательный есть стендап Рики Джервейса Помните, когда Ой, вы голливудские звезды Вы такие все прям вот молодцы Все такие моральные, моральные-приморальные Но когда начинается кастинг на Там условный сериал от Apple TV У которых, как мы знаем, сведшопы в Китае У которых там начинаются еще и сразу Сразу начинаются у вас соревнования Кто быстрее попадет на эту роль И если бы ISIS, ИГИЛ, начал бы снимать какой-то сериал Вы бы наверняка позвонили своему агенту Поэтому, поэтому Если у вас Вот, наверное, буду подводить итог Потому что я договорил уже 17 минут Думал, блин, а что я там смогу говорить Минус 17 Ну, а как говорится Воду лить я умею Слава богу, есть хоть пара людей В этом мире, которые готовы это слушать Подводя итог Если у вас есть что-то, во что вы действительно верите Что вы хотите продвигать У вас есть какая-то тема Какой-то активизм Который вы хотели бы продвигать массы Попробуйте понять, в чем позитивное влияние этого активизма Попробуйте принять, каким образом оно меняет мир к лучшему Говорите об этом И не навязывайте свою точку зрения Не потому, что это плохо и аморально Кому-то что-то там навязывать Просто потому, что это не работает Вы таким образом Если вы будете атаковать людей Из миллионов веганов по всему миру Запомнятся как раз Вот там десятки тех, которые бегают по улице И обливают людей кровью Там, коровье или что-то в этом роде Эти запомнятся И именно через них будет сформироваться стигма И стереотипы по отношению ко всему этому движению К движению защиты трансов Трансвеститов и так далее Будет формироваться отношение и стереотипы По вот этому Я очень надеюсь меньшинству придурков Которые орут о том, что если ты купил Хогвартс Легаси То ты трансфоб и плохой человек Это проблема, которую эти люди создают И мне кажется, что в конечном итоге Вот эти вот люди, которые кричат так громко И атакуют кого-либо Они не столько хотят чего-либо добиться Сколько хотят почувствовать себя лучше Сколько хотят почувствовать свое какое-то моральное превосходство В результате они наносят больший урон своему движению Чем если бы они вообще не делали вообще ничего Ну вот как-то так, наверное Немножечко, как всегда, сумбурно Я все-таки без определенного сценария Есть какая-то идея Я сажусь и надеюсь, что все получится Я в любом случае буду рад вашим комментариям Что вы думаете по этому поводу? Понимаю, что, наверное, большая часть будет комментариев Типа, ой, да все они там тупые Эти активисты и так далее Я прекрасно знаю тенденцию мышления Среди СНГ аудитории Я так не считаю Было бы интересно увидеть, наверное, Какие-то более развернутые комментарии Если они у вас есть Сталкеры, если вы с этим Есть ли у вас у самих какие-то тематики С которой вы готовы, грубо говоря, биться, воевать И хотели бы каким-то образом продвинуть их Каким-то образом донести их до людей Это можно все делать правильно Можно все делать действительно таким образом Чтобы это приносило какой-то эффект Я вам могу сказать, что у меня был успех в жизни Который вообще не измерим никакими деньгами Мне человек написал, незнакомый мне человек написал Что я смог изменить его мнение Вы представляете себе, что это такое? Чтобы человек в интернете признал, что кто-то смог изменить его мнение Я до сих пор это помню, хотя это было года 4 назад Это надо где-то этот комментарий найти Надо распечатать в золотую рамку поставить Потому что в интернете такое практически никогда не происходит Поэтому пишите Блин, ударил микрофон Поэтому пишите Пообщаемся Весь смысл этих роликов, мнений и так далее Это не набор новой аудитории, не набор лайков, комментариев и так далее А именно, наверное, общение Потому что есть темы, о которых хочется поговорить Но не всегда есть с кем И я надеюсь, что это место станет для вас как раз таким Ну что, все, в принципе Огромное спасибо Да, чуть не забыл Огромное спасибо всем, кто поддерживает меня на Бусте, на Патреон Здесь, в Ютубе Ваши донаты ежемесячные Или даже одноразовые Это все очень-очень помогает этому каналу продолжать существовать Развиваться далее Я вам очень-очень благодарен Ну и, как всегда, всех люблю Всех целую И до сей от вас свет Не забывайте Фэнтези, это круто